Сейчас мы с нашим хором споем одну песню и потом есть у нас еще маленький-маленький сюрприз. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 познала благодать Меджугория. Как будем безразличны, если Небесная Матерь нас каждый день посещает? Уже несколько лет я несу в сердце это желание чтобы французы лучше познакомились с этой благодатью, с которой мы живем здесь, в Меджугории. Когда Господь что-то хочет, когда Он вложит в нас это желание, Он дает и все потребные благодати для того, чтобы реализовать это. Итак, два года тому назад в конце фестиваля молодежи в Меджугории, при окончательной месте на горе Крижевац я встретила отца Климента, молодой священник, который был только что рукоположен два месяца тому назад в Париже, в Франции, в Меджугории. И так мало есть священников из Франции. Я заметила, что его не было в прошлом году. И через два месяца опять мы встретились в Париже в молитвенной группе. И отец Климент на своем первом паломничестве в Меджугории, как священник, почувствовал желание, что Богородица приглашает его сделать что-то красивое в Франции. И так мы начали организовать маленькую молитвенную группу, где мы молимся Розари, где мы стремимся жить по посланиям Богородицы. И от прошлого года наша молитвенная группа присоединилась к движению Франции, который называется «Союз Марии». Просто суть этого движения – это духовность Меджугория. И потом я с отцом Климентом поделилась этим желанием, чтобы мы сделали что-нибудь красивое для Богородицы во Франции, что-нибудь простое, что сделает французам радость, и они могут почувствовать эту благодать Меджугория. Отец Климент это принял. И мы получили этот проект в пелеринаде в Меджугорие, просто после фестиваля. И этот проект мы отдали в молитве в одном паломничестве в прошлом году после фестиваля. И этот проект просто был поддержан. На Новый год я была здесь маленькой группой друзей в Меджугории. И здесь в Меджугории мы получили подтверждение, на каком месте организовать этот фестиваль в Франции. было много трудностей, ясно, большая духовная борьба, потому что французы еще недостаточно открыты для Меджугория. И было одновременно и много благодати. Богородица выбрала людей, которые вложились полностью в телоорганизации. Много талантов проявилось. Я имею такую привычку всегда, когда уезжаю из Меджугория, напишу письмо Богородице. И хочу вас подбодрить, чтобы вы так сделали, потому что она отвечает очень быстро и всегда. И я просила ее, чтобы это был ее проект, а не наш. И это было счастье, что треть хора вместе с дирижером Д'Амиром приехали в Париж и были ответственны за музыку на этом фестивале в Париже. Я верю, что этот уикенд принес плоды. Многие люди говорят, что они почувствовали присутствие Блаженной Деви Марии. И было и обращение. Одна девушка, которая была протестантом, которая почувствовала в моменте адерации, в сердце почувствовала. Иисус сказал ей, «Все, Матерь Твоя». И сейчас она молится Розари, идет на месу каждое воскресенье. И свою дочь хочет покрестить в католической церкви. И было и других внутренних плодов, которые важны. И так наш фестиваль продолжает. И хочу пригласить всех французов и всех французскоговорящих на следующий год. Это будет уикенд 1, 2 и 3 июня. Я верю, что Богородица нас плодает, как она говорит, что Богородица нас плодает. Она приглашает быть ее протянутыми руками и быть апостолами ее любви. Мое орудие, если мы призваны в Меджугорье, она ожидает, чтобы мы были свидетелями этой благодати в наших приходах, в наших семьях, в нашей жизни. Слава Иисусу и Марии и спасибо всем. Спасибо. Спасибо, Мелани. Спасибо, друзья. И мы увидимся сегодня в 5 часов. Мы увидимся в 17 часов. будет очень сильное свидетельство одной Бенедеты и отец Александра, известный певец из Асиза. Увидимся в 5 часов. А свежите, задохните. Спасибо. 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 . Спасибо.